Продолжение следует... Да, Дина, еще... Начинайте, ладно, а то мне тут надо закончить этот мой трэш с этой аварией, ладно? Чуть-чуть мне, 10 минут, там начнете, хорошо? Хорошо. Ой, сейчас мне вот 5-10 минут не хватило. Хорошо. Просто мы поздно открыли вот это наступление, поэтому еще пока мало людей. Ну, ничего, сейчас подтянутся театральные 5 минут. А еще 15, а мы 5 даем, да? Женские 15 минут. Всех только предупредить, чтобы микрофоны не включали и не мешали спикерам. Так, ну сейчас я побежала, доделаю, там в ванной сейчас уже чуть-чуть осталось, ладно? Сейчас прибегу, я включу громко этот компьютер. Мы вот сегодня собрались, друзья, чтобы поделиться своими впечатлениями от Академии Успеха в Алма-Ате, которая проходила с нашим дорогим мистером Паком. Вот, поэтому он первый раз был в Казахстане. Мы очень волновались, готовились. И многие наши партнеры из России, из Кыргызстана, из Узбекистана, ну и самого, конечно, Казахстана посетили эту Академию. И вот мы хотели бы, чтобы они поделились тоже. Может быть, те, кто не попал на эту Академию, они тоже для себя, может быть, что-то новое услышат. Так что давайте каждому спикеру дадим по три минуты, чтобы коротко, и многие, чтобы успели выступить, да? Ну, выступить, то есть как бы поделиться. Вот, поэтому такая встреча. Мы с Риной буквально позавчера вернулись из тура Стармастеров в Дубае. У нас была поездка. И мы в конце просто как бы тоже немножко осветим этот момент. С нами были Олеся, Светлана из структуры Тамары, да? И с другой стороны у нас там были Мархабад, ой, Махабад из Бишкека, потом Татьяна Юркова из Москвы, хотя она к нам особо и не подходила. Ну, зато получили... Потом Раиса Пихаева из Чечни получили очень хорошую мотивацию как бы на этом туре. И отдохнули, и пообщались, и что-то полезное для себя почерпнули. Так что это мы уже в конце с Риной немножко с вами поделимся. А сейчас основная наша тема, вот именно Академия Успеха в Алма-Ате, она была такая грандиозная. Сейчас наши любимые партнеры, которые побывали на ней, они с вами поделятся. Я думаю, это будет всем интересно. Ну, вот почему-то нас сегодня очень мало, 104 участника. Ну, они, конечно, будут еще заходить, заходить. Это мы немножко сами сплоховали. Что-то назначили время и думаем, а, ну все, оказывается, надо было открыть для входа чат. Вот. Ну, ничего. Так, тогда слово мы сейчас кому предоставим? Давайте, кто у нас самый смелый? Марьяна Петрова, ты здесь, да? Из Якутска? Да, я здесь. У нас была большая, многочисленная команда. Она на повал всех убила, начиная со встречи стали с Мунгемом у нас была, до семинара. Вот. Они все заявились в красивых национальных нарядах, в белых. Это просто было что-то потрясающее, с такими шикарными национальными украшениями и на голове, и на груди, и в ушах, и на руках. Вообще обалдеть. Потом и песни пели, и подарки дарили, и фотографировались, и вообще Мунгем там тоже был очень, так, знаете, очень приятно удивлен и восхищен. Вот. И поэтому сейчас первое слово дадим Марьяне. Пожалуйста, Марьяна. Ну. Ага. Меня видно, да? Добрый день. Всем добрый день. Нет, не видно. Не видно, да? Надо, как вот. Мне самой надо выключить, да, камеру. Или как? Предусмотры. А ты просто камеру открой, и все, вот здесь слева. Можно микрофильм на камеру нажми, и ты будешь уже в свете. Ага. Все видно, да? Я сама себя вижу, да? Сама себя вижу. А мы не видим, не знаю, я лично не вижу. А, да? А-а-а. Ой, я же сама себя вижу. А вы меня не видите? А вы меня... Марьяна, я тебя тоже вижу. Все видно, все видно. Хорошо, начинайте. Всем добрый день. Да, у нас уже ночь, у нас ночь. Смотрите, мы 23-го вылетели, потому что у нас же только один раз в неделю летает самолет Алматы. У нас как бы чартерная через Новосибирск, поэтому мы вылетели из Якутска, из Якутии 23-го сентября. Хотя у нас семинар должен был быть 28-го. Мы вылетели, и у нас было 14 человек. Это лидеры, лидеры из Якутии. И по итогам 9 месяцев мы по России, по объему продаж среди регионов России, мы сейчас занимаем 8-е место. В последний момент мы обогнали Чечню, Чеченскую республику, и поэтому это благодаря тому, что у нас есть берегет, есть у нас обучение, у нас классные наши спонсоры, Дина, Рина. Мы их только первый раз увидели, по-настоящему вот так вот, поэтому мы были очень рады нашей встрече. У нас все было запланировано по дням, по часам, и мы очень были рады встретить наших вышестоящих, Талью, Ким и Мунгема. Мы очень рады были встретить нашу Дину, Рину из Каира. Структурная встреча – это огонь. Круто. Ради вот мы поехали именно в Академию Успеха, потому что наши вышестоящие там. Поэтому мы из-за этого поехали. Первая причина, вторая причина – то, что мы хотели увидеть Пахангиля. Это наша мечта была, и то, что он с нами встретился, и у него были христианские чтения. Мы туда тоже пошли и были очень… полностью восполнились. Поэтому классно. Вот на такие мероприятия обязательно необходимо ходить, участвовать. Когда ты участвуешь, то ты уже знаешь философию компании и так далее. Всю Академию я не могу пересказать, но вся команда, которая была там, вся вдохновилась, вся вдохновилась. И какая-то вот такая сила, которая помогает. Именно после каждой Академии Успеха мы очень рады. И наши… мы со всеми прямо подружились, как сестры, братья стали даже. Вообще классные. Вот Берекет нас объединяет. И всех видишь, знаешь, как бы заочно, да, но когда видишь человека, это классно. И все такие классные. Мы очень рады, что со всеми встретились. Это было что-то неземное и классно, фантастическое. Вот такое у нас впечатление. Мы очень рады. Ой, 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 ой. Это у нас свет выключили. Ночью все. Спасибо. Вот так вот. Ага. Спасибо огромное. У нас такое бывает часто. У нас свет отключают вечерами. Ну да. Это бывает. Да, вот я тоже вставлю несколько слов про ваше… Отключает. Вот я сейчас… Да, Ирина Искарирова хочет сказать. Это… Вот не зря, видишь, Атом и РУС, да, они понимают ваши вот, как бы, трудности в работе, да, какие-то такие вот условия, в которых вы работаете, да. И вот даже на семинаре в Дубае, на туре стармастеров, да, они вот говорили про вас, что вы вот так работаете, что у вас такие показатели, да, что вот они там сейчас работают над тем, чтобы улучшить вашу… Ваши… Немножко облегчить ваши условия, да. Да, доставку. Вот вы предпринимаете ПВЗ, ребята. Да, пункт выдачи заказов. Вот, в общем, вообще классно, молодцы, супер. Мы тоже очень рады, что мы с вами встретились живьем. Здорово, классно. Спасибо, Марьяна. Сейчас, вот, например, у нас идут машины, но они застряли у нас. Представляете, что у нас… Вот такие у нас страшные условия крайне… Вот поэтому, например, для тех, кто на таком готовеньком, можно сказать, да, выискивает какие-то трудности, какие-то неполадки, это вот всегда нужно вспоминать вашу команду якутскую. Молодцы. Все позитивные, не теряя оптимизма и двигаются к своей пути. Да, ну, хорошо. Спасибо, Даша. Давайте к следующему. Следующим будет у нас или Дагзама, или Татлыхан. Кто из вас готов? Давайте, девочки. Дагзама тоже со своей командой. Добрый вечер. Дагзама, которая 38 килограмм весила. Вообще истории, конечно, нереальные. Все в кучу. Мне дали всего три минуты, сейчас буду тараторить. Академия Успеха вообще классно, конечно. Пак Хангиле надо слушать. Когда вживую слушаешь, слышишь, видишь, это совсем другое. Я вот сидела и жалела, что нас, наших было мало. Хотелось бы, надо было всех, прямо всех брать и приехать сюда. Перед Академией Успеха была встреча структурная. Вся команда талии наших, вышестоящих наставников талии Мунгема в красивом месте, в амфитеатре. Это было что-то. Это прямо обучение от Мунгема, мощное обучение от Мунгема. Как они начинали. Как талия начинала. Два года Мунгем не хотел ни слышать, ни видеть. Два года вообще даже не прикасался к этой зубной пасте. Представляете, и вот он объясняет, что вот сейчас, те, которые на вот этот туннель надо пройти, до автомастера продаж надо дойти. Дальше будет по экспоненте график вот так наверх, рост, большой рост. Вот этот график теоретически нам давно давали, показывали. А там наглядно Мунгем показал, как у них доходы растут. Очень много материала. Надо это слушать, надо это видеть. Потом Академия Успеха потрясающая. Казахи такие доброжелательные люди к нам подходили, все на казахском говорят. Мы говорим, мы не понимаем, вы откуда, мы из Бурятии. Они такие, о, добро пожаловать. Все такие добродушные, доброжелательные. Мы, потом встреча после Академии, все восхищенные. Мы сходили, пошли в этот, в кафе. А, нет, до, после Мунгема встреча в кафе. Пошли, и там раз, Антония, Антония кричат. Мы такие оглядываемся, здрасте, здрасте. Подошли, познакомились, а это оказалось Гюльдарай, тоже с Берикета. То есть мы с Берикета, вот Марьяна говорит, все родные, все близкие. И слышим, слышим заочно, видим. А так приятно вживую встретиться. Очень большой привет команде Гюльдарай. Очень нравится. И команда мне Татлихан очень нравится. И я рада, что познакомилась вживую. Из Дагестана. Из Дагестана, да, с Татлихан. Вот уважаю за ее возраст, за трудолюбие. Вот мое почтение. Якуты, я уже сказала, вообще красотки. Потом, и была потом после Академии структурная. Очень важная, очень теплая, очень такая классная встреча с нашими, с Диной, Ириной и с Каировыми. Они столько народу пригласили. Практически полный зал только наши атамянцы, наши из Берикета. Все с разных регионов. А Башкирия, Венера. Очень, очень рада была с вами познакомиться. Ну, со всеми, со всеми очень рада. И там бешбармак обалденный. И все так душевно кто-то пел, кто-то рассказывал истории. Как ту виночка, Сайзана здесь нет. Как она добиралась. Это просто вы историю видели, наверное, слышали. Два дня добиралась. Из Якутии девушка тоже. С каким трудом, с какими препятствиями люди идут. А тут рядышком в Москву давайте все вместе. Еще, еще больше. Еще огромной командой давайте ездить. Вдохновляться, мотивироваться. Дина, Ирина, спасибо вам огромное, что вы есть. Спасибо за ваше обучение. Спасибо, что вы нас так тепло встретили. Так-то классно вот туда, в такую даль поехать. И там наши родные люди. Вот Мунгем правильно говорит. Встречаешься, встречаемся с вами. Радуюсь даже. Встреча, радость приносит даже лучше, чем с близкими встречаешься. Ой, с родственниками. Атымянцы настолько стали близкими. Настолько вот такая семья образовывается. Такой кластер, такой мощный. В общем, надо выезжать. Да, он даже проследился до хзама. Помнишь? Угу. Я так рад и прям проследился. Ну, надо же. Вот я его очень-очень понимаю. Потому что, ну, конечно, когда вот ты, да, растешь. А когда твои партнеры растут, твои партнеры хорошеют, боготеют, ездят, на сцену выходят. Как это классно, как это здорово. Поэтому всем желаю, чтобы ваши партнеры росли. В Москве еще прямо целой толпой на сцену выходили. И дальше по всем академиям. Помните, Дина, Ирина, вы говорили, будем встречаться там в разных странах, там конференции, вебинары устраивать. Вот это вот уже и уже идет. Все, что вы говорите, все случается, все происходит. Так, Эрдыни, давайте, Эрдыни, слово, Эрдыни. Слово, самый молодой был. Да, самый молодой. Были самые высокие. Ой, Эрдыни поднимает руку. Получилось? Он там поднимает руку, там включите, админ, этот микрофон, пожалуйста. Так, вот теперь я не вижу. Я тут, Тойя, почему-то у меня не получается включить камеру. Мы тебя слышим. Эрдыни, привет, дорогой. А, все, сейчас, подождите секундочку. Всем здравствуйте еще раз. Меня слышно? Да, слышно. Всем привет. Всем привет. Да, всем здравствуйте еще раз. Ну, я хочу быстро рассказать. Это, конечно, как сказать, очень большая мотивация именно вот встречи с Пакхангилем, потому что я сейчас заметил, после Академии Успеха в Алмате, как бы становится легче работать. То есть уже, ну, конечно же, вещи, которые он говорил, некоторые мы знали, но почему-то, когда вот именно сего острова послушал, уже как бы легче. И я вот чувствую, что людям, когда я рассказываю, они больше мне верят. Ну, на самом деле, вот я очень счастлив, потому что я съездил туда именно вот посмотреть и послушать. И, конечно же, вот я хочу сказать большое спасибо вот нашим спонсорам, Дине Рене и Скайеровым, что вот организовали вот нашу встречу структурную именно там еще. Я тоже много что услышал, и мне очень все понравилось. Поэтому, я думаю, еще не раз съезжу в Казахстан, поэтому спасибо вам огромное. Ирдени, будешь добры, скажи, сколько тебе лет? Мне 24. Вот, совсем молодой человек, и можешь долго-долго продолжать жить с Атомией. Атомия Стайл для тебя будет в плане богатым. Да, и получается, я вот посмотрел, ну, насколько много людей именно в Казахстане, вот молодых, где-то уже в таких хороших рангах, поэтому, как бы, надо стремиться. Я вот жду уже Академию Успехов в Москве, очень мечтаю туда попасть и, в общем, в ожидании и в работе. Спасибо вам большое. Спасибо тебе большое, Дени, будем тебя ждать. Те, кто... Будем ждать тебя карьеры. Хорошо, спасибо. Ну, работаем, работаем, работаем. Всем желаю успеха, добра, и чтобы все попадали на Академию Успеха. Спасибо большое. Ну, давайте, кто у нас следующий будет? А может, Наталья Лунарова, она мастер-продаж, и она вышла на сцену же первый раз, и каково было ей? Наташа, ты здесь, да? Давайте, давайте, давайте. Наташа, подключайся. Натали. Наташа, ты здесь? Она готовится, давайте. Давайте, да. Все, включилась, да? Давайте, Рустем или Венера, вы вот тоже были нашими гостями. Галина Пичугина, следующая вот после Натали, да? Чтобы мы, тын-тын-тын, быстренько-быстренько менялись. Я готова. Давайте. Добрый вечер, партнеры. Слышно, да, Мия? Да, слышно, но не видно. Всем добрый вечер. Я сижу в офисе, всех приветствую. Я работаю, у меня это вторая работа. Вот, ну, что я, меня зовут Венера, я из Башкирии. Это было чудо, когда нас приглашали именно в Алмату. А мы всегда участвуем в Академии успехов, не только в Алмате, но и других. Но это было что-то вау. Это было очень тепло и радостно, и в душе, и мы приехали с таким замечательным настроением. Но я была, конечно, приглашена нашим наставником, Диной Ириной. Я безмерно благодарна им за представленную возможность участвовать в этом форуме успеха компании АТОНИ. Но с первых же дней в Алмате я попала в атмосферу доброжелательности, внимания и единого духа партнеров АТОНИ. Это самое главное было для меня. То есть это меня очень порадовало, я ощутила себя реальной частью большой команды АТОНИ, идущей к успеху. То есть я зародилась такими вот людьми, которые поделились со мной своими опытами. И невзря же нам, Дина, Арина, нам квартиру снимали, чтобы мы вместе ночевали и делились опытами. Но это было реально хорошо. Я хотела поделиться... Переспали, да, со всеми? Переспали? Переспали, да, да, да. Но это было очень... Со спонсором надо переспать. Это было здорово. Но я хотела поделиться своим впечатлением уроком, который я извлекла из этого. То есть, во-первых, большой заряд на будущее мне дало выступление нашего председателя Пак Хангели, который эмоционально, вот мне нравится его, как бы, да, раскрыл пути возможности развития бизнеса. АТОНИ для каждого человека. И дает надежды изменения в жизни в лучшую сторону и желание быть успешным в этом бизнесе. Это было... А во-вторых, я как мастер продаж, я из небольшого города, республики Башкортостан, смогла пообщаться лично с бриллиантами, мастерами продаж. И поделились опытом в бизнесе АТОНИ, постепенно шли к своему успеху. Вот самое главное мне было вот это реально, как бы, услышать их лично, их не то, что вот именно онлайн, а именно оффлайн. То есть, это было очень замечательно. Но дали советы, как бы, нужно ввести как бизнес. Это тоже реально мне это надо было. Вот. Но главное при возникновении... Конфортирование. Да, и главное, что при возникновении трудностей, которые будут всегда, и как бы они сказали, что никогда не надо опускать руки и идти дальше. Но успех компании АТОНИ будет обязательно. Но как мы, партнеры АТОНИ, предлагаем людям товары высокого качества, да, вот... Мне даже не стыдно, что моим всем знакомым, родственникам, которые берут, покупают эти товары. То есть, они понимают уже, что мы именно потребляем, пользуемся. Вот. Но Академия дала море позитива, энергии, желания, но двигаться вперед. То есть, веря в себя, это самое главное. Ну, спасибо вам огромное, всем партнерам, которые делились своим опытом. Это самое там Лариса, встреча была там у нас Рима, которая пригласила себя домой. Такие чудные там Чупан. Это очень такой сама-сама себе говорит о себе. Ну, будем общаться, вот, онлайн, будем друг другу, как бы, ну, общаться, двигаться вперед. Да, Растем. Ой, спасибо, Венерочка, тебе большое. Хорошо, Рустем не будет добавлять, да? Рустем, у него сейчас сегодня смена. А, давайте тогда, вот, Наталья, Наталья, приготовьтесь. Здравствуйте, всем, добрый вечер. Меня зовут Наталья Унарова. Видео включать, да? Да, лучше включить, если возможно. Всем привет, еще раз. Меня зовут Наталья Унарова. Мы так классно съездили в Казахстан. Я прямо очень рада со всеми встретиться, со всеми познакомиться. Береките, я не очень часто, на самом деле, сижу, просто у меня Марьяна постоянно берекет, постоянно берекет. Я только слушаю Марьяну. Вот мастер-класс, мы постоянно обучаем, ездили по улусам нашим. С Марьяной вместе и Любовью Винокурова. Любовь Винокурова тоже наш актомастер. Хочу выразить большую благодарность Дине Ирине Искаировым, которые, сестры, которые нас полностью встретили в Казахстане и даже подарили подарки. Мы вообще не ожидали, если честно. Такие радостные моменты у нас останутся на всю жизнь. И, конечно же, я вообще была в шоке от красоты Казахстана. Очень красивая, оказывается, красивая страна. Все мы там посмотрели быстро. Очень была такая программа у нас насыщенная. И я очень даже была удивительно поражена от всего происходящего. Неужели это происходит со мной? Я не ожидала, что это будет со мной происходить, если честно. Самое сложное, оказывается, это сделать первые шаги, первые стать мастером продаж. А потом, я надеюсь, уже будет полегче. Марьяна все время, Марьяна Петрова мой спонсор, мой руководитель, и она все время говорит, нужно знать маркетинг-план наизусть, Натали учить. Я каждый день смотрю вот эти маркетинг-планы по YouTube, по ВК-видео, как рассказывают другие люди, и тоже стараюсь также рассказывать своим партнерам. После Казахстана у меня хорошая новость. Я открыла свой шоу-рум в центре города Якутска. Наш пункт выдачи... Поздравляем. Спасибо большое. У нас пункт выдачи заказов находится чуть-чуть подальше от центра, и все мои партнеры хотят, чтобы было в центре. Я сама живу в центре города, и из-за этого мне очень удобно было бы работать тоже в центре города. И я очень давно мечтала об этом. И, наконец-то, Марьяна нам разрешила открыть такой вот шоу-рум, где мы будем проводить обучение, где мы будем отдавать наши заказы. Такой маленький такой офис сняла в нашем торговом центре маленьком, где все, в основном, все, кто в центре, они обязательно заходят в этот торговый центр. Я надеюсь, что будем работать, работать и еще раз работать. Мне очень нравится Атоми продукция. Я вот вышла с душа, и у меня все Атоми. Шампунь Атоми, гель для душа Атоми, даже интимная Аэйдом тоже все Атоми. Обожаю продукцию и всем советую. Большое спасибо. Спасибо большое, Наталья. Вот такие молодые люди к нам будут приходить. Чем больше молодых партнеров будут выступать, тем больше людей будет молодых интересоваться. Можно я добавлю? Да, давай, Рустем. Меня видно? Добрый день всем. Пока только слышно. Пока слышно, да? Так, сейчас попробую настроить, конечно. Там камера, камера, руки. Камера, включитель. Да, там рядом. Добрый день всем. Добрый вечер. Все видно, да? Нормально? Слышно? Добрый день, Дина, Рина. Добрый день, партнеры. Добрый день, уважаемые участники чата. Всем большой, огромный привет с города Уфы, республики Башкортостан. Я вот нахожусь на работе, я работаю в системе МЧС. И решил вот тоже добавить там свои слова к ювенериным выступлению. Конечно, все сказали уже, все, что я хотел сказать. Ну и дополнительно от себя я хотел сказать, что ну очень атмосфера такая была праздничная, душевная, теплая. Как бы домашняя обстановка была на Академии. Мне очень понравились слова мистера Пакхангиля, все до единого, грубо говоря. Не ожидал, конечно, я встречи с ним, но получилось так, что получилось у меня с ним встретиться, когда он сам подошел. Это как бы еще больше зарядило меня. На Академии мы вот и в Москве были, и вот в Алматы. Алматы – красивый город. Спасибо вам огромное, Динарина, что нас позвали, что такую встречу организовали. Спасибо большое всем партнерам, с кем, очень много с кем познакомились, с разных городов, с других стран. Очень понравилось общение с турецкими партнерами, да. Я увидел как бы, я раз мужчина, тоже увидел, встретился с мужчинами, тоже было очень приятно пообщаться, узнать, как Хатоми продвигается у них в Турции, вот, очень такое, ну, вдохновения очень много, конечно. И вот много услышал судьбы наших партнеров, да, их не рассказывать, это тоже очень сильно вдохновляет, потому что за мной тоже много кто смотрел, следил, друзья, родственники, партнеры, все расспрашивают, всем рассказывают, и они как бы тоже мотивируются этим, да. Ну, очень душевно было так, замечательно, грандиозно. Спасибо вам огромное. И надо двигаться дальше, вот столько энергии и сил прибавилось. Верьте в себя, верьте в команду, верьте в Атоме. Надо становиться каждый день лучшей версией себя. Вот таким девизом, как бы, живем. Ой, классно. Спасибо большое, Рустем. Вот вы тоже будете мужчин наших выжигать. Я вот, как бы, то, что мужчина, для меня это вообще было как-то, грубо говоря, год назад, для меня вот эти все крема, косметика, да, было это вообще новое что-то. Для меня раньше существовал один-единственный крем. Ты понял, ты юрист по образованию, поэтому ты был далек от этого. Да, и когда я изучил маркетинг-план, я понял, что здесь надо быть сегодня в этой компании, чтобы была вот, когда есть цель, и чтобы было будущее. Вот так. Ну, всем пока, привет. Спасибо большое. В работе меня вызывают, потому что я вот коротко... Ну, классно, спасибо большое, Рустем. Спасибо. Спасибо всем, до свидания. Давайте следующий у нас кто будет? Давайте я, Галина Пичугина. Ой, Галина, давайте, очень приятно. Добрый вечер. Всем хорошо меня слышно? Да, слышно. А видно? А то у меня передняя камера, задняя, не очень сооружу как на... Это не видно пока. Не видно? Так, правда. Мы тебя не видим. Вот видно. Отлично. Всем добрый вечер. Меня зовут Галина Пичугина. Я живу в пригороде города Магнитоборска. И вот благодаря моим наставникам Дине Ирине Искаировым, моему непосредственному спонсору Тамаре Рыковой, сбылась моя мечта – это увидеть и совершить личное касание с мистером Пак Ангилем. Я очень благодарна вам всем, кто приложил к этому руку и кто помог мне осуществить мою мечту. И вот, знаете, мои самые, наверное, наиглавнейшие впечатления – это то, что я встретилась именно вживую с наставниками. То есть Дину и Ирину я знала заочно до этого времени. И, знаете, мое впечатление о них абсолютно изменилось еще в более лучшую сторону. То есть вот эти две сестры, они настолько взаимодополняют друг друга. И при личном знакомстве, знаете, я поняла, что это такие люди, просто высокоинтеллектуальные, честные, этичные и так далее. То есть вот смотрите, когда мы выбираем компанию, мы выбираем не только председателя, то есть руководителя компании, но еще и выбираем команду. То есть для того, чтобы состояться, эта команда должна быть такая, то есть спонсоры в ней, наставники должны быть такие, с которыми у тебя, ну, сочетаются все твои, в общем-то, представления о жизни и ведении бизнеса. Вот здесь я еще раз убедилась в том, что я нахожусь в нужное время и в нужном месте, не только в компании, но и в команде в первую очередь. То есть вот эти вот личные, вернее, не личные, а командные встречи дали мне такой импульс, то есть обмен опытом, наставление, именно вот наставление от наставников, то есть конкретные инструкции по ведению бизнеса. Вот то, что я приехала и побыла не только на Академии, то есть мне дала гораздо больше ощущений, впечатлений и импульса делать бизнес именно вот эти командные встречи. То есть, конечно же, я рада, что попала и на встречу Стали с Мунгемом. Не буду повторяться, потому что уже сказано об этом, что многие, кто даже мог опустить руки до тех пор, пока не дойдет до мастера продаж, потому что это самое, можно сказать, сложное, что нужно сделать в нашем бизнесе. Вот, то теперь мы понимаем, что даже люди три года не видели света в конце тоннеля, а через восемь лет, пожалуйста, они уже краун-мастера с доходом 400 тысяч долларов в месяц. То есть, к чему это, о чем это говорит? Что самое главное не опустить руки в самом начале. А вот с такими наставниками, которые у нас, у нас в команде есть система работы. У нас в команде есть наставники, которые уже прошли этот путь и, в общем-то, освещают нам его, как тот самый фонарь в конце тоннеля. Поэтому вот в первую очередь благодарю за то, что у нас прошли командные встречи именно с обменом информации, что у нас прошел постпромоушен, где нас там было, я считала, ну человек 70-то точно. То есть, это были команды с разных стран, не только, то есть, с разных государств, а не только, например, с Казахстана. Ну и, конечно же, второе, ну, мистер Пакхангель, это что-то с чем-то. Я слушала, а потом дома просто проконспектировала всю его речь. И, знаете, мне запало, наверное, то, что он сказал практически в самом конце. То, что наш язык – это руль огромного корабля, то есть, нашего человеческого корабля. И куда мы его повернем, так оно и будет. То есть, если этим рулем болтать негатив, то и будет у тебя то же самое. А если, как он говорит, я наболтала компанию атоме. То есть, а мы с вами своим языком можем наговорить себе империал-мастера. Поэтому нужно просто использовать силу наших спонсоров, использовать силу системы наших спонсоров, слушать Пакхангеля, потому что не просто так. Вот я еще раз обратила внимание, внутри Академии опять был ролик про жизненный сценарий. Раньше, когда мне Тамара все время говорила, Галя, надо писать жизненный сценарий. Надо делать каждый месяц жизненный сценарий. Думаю, что ты ко мне привязалась? Я сетевик с таким опытом. Ты мне тут жизненный сценарий. Ну, написаны у меня цели. А оказалось, цели целями. Но жизненный сценарий писать надо. Не просто так. Нам каждый раз, внутри каждой Академии, показывают этот ролик. И, конечно же, второе наше руководство – это восемь шагов к успеху. Первым шагом как раз-таки которого является жизненный сценарий. Поэтому вот на такие мероприятия быть обязательно надо. Со спонсорами быть рядом обязательно надо. Использовать силу системы обязательно надо. Я еще раз благодарю вообще за то, что я побыла внутри вот этого всего большого мероприятия в течение нескольких дней. Я очень благодарю, что Бог привел меня именно в вашу, в нашу команду. Всего вам доброго. И всем нам, управляя нашим рулем, прийти к империалу. Всего доброго. Спасибо большое, Галина. Я хочу добавить несколько слов. Галина, спасибо. Знаете, на что я хотела обратить внимание? Галина, вот после вот этой встречи, христианской встречи с Пахангилем, она нам говорит, вы представляете, там в Атоме есть школа мечты, да? Вот она обратила на это внимание и придала, ну, как вот такое значение. Это действительно так? А это очень важная вещь? Потому что, оказывается, многие люди не боятся мечтать, не умеют мечтать, да? И вот на Галину это произвело действительно такое большое впечатление. И это действительно очень важная вещь. И с этого как раз и вытекает вот это заполнение и необходимость заполнения жизненного сценария, да? То есть здесь все Пахангилем продумано. Я вот очень благодарна Галине, что она на это обратила внимание. Вот почему нам нужны вот такие встречи после таких вот семинаров, да? Потому что кто-то на что-то обратил внимание, кто-то, может быть, не обратил, упустил это из виду. А когда он услышит из другого человека, и потом подумает, да, действительно, это тоже важно. Спасибо вам, Галина. Очень классно. Ну, давай, что-то следующее у нас будет передать. Римма, да? А, нет, у нас же еще Света или Олеся должны были. Тамара, кто из них будет? Да-да, Тамарины чудесные дочери. Здравствуйте. Здравствуйте всем, дорогие друзья, уважаемые партнеры. Ну, я хочу сделать вам всем здесь присутствующим, и те, кто еще сегодня не попал. Я хочу вам в конце нашей сегодняшней встречи дать видео, видео-вебинара, который провела наша Галина Алексеевна Пичугина после приезда из Казахстана. Она просто была в невероятном впечатлении. Настолько она вот просто, как будто, я не знаю, вернулась такая напитанная, у нее столько информации. И она не просто этот вебинар для нашей многочисленной структуры провела, она еще и создала ролики и вот так тезисно записала то, что там Рина говорила, то, что говорил мистер Пак. Поэтому в конце встречи я с разрешения Галии это вам сюда поставлю, и все, кому интересно, вы туда зайдите. И я вас уверяю, просмотрев данный вебинар, вы как будто сами там побывали, как будто вы сами соприкоснулись и с нашими уважаемыми наставниками, и также с мистером Паком. Вот такой от нашей структуры вот сегодня в этом берегете вот такой вот записи этого вебинара. Да, и совсем недавно, буквально вчера, у меня практически вся семья вместе с Диной и с Риной, и мои две дочери, и мой внук со своей супругой, все побывали в Эмиратах. Я не знаю, Светлана, ты на связи? Можешь сказать пару слов? Включи микрофон. Да, я на связи. Моговорить, сказать. Всем добрый вечер. Мне очень понравился шикарный отдых в Дубае. Настоящий тур стармастеров, семейный отдых такой получился. Мои дорогие, любимые, мамочка моя Тамара Сергеевна, Олеся Деркач, сестра стармастер, пригласили меня в этот тур и моего сына Михаила Ушакова, тоже бриллиантового мастера с супругой. В общем, мы таким семейством поехали, отдыхали, наслаждались отдыхом, видами. Роскошный отель, вы не представляете, куда нас компания привезла. Роскошный пятизвездочный отель. Нас возили на багги до пляжа. Это такая машина, гольф-машина. То есть, потому что, ну, далековато идти пешком. Настолько большая территория отеля была. И она вся, значит, территория была в гольф-площадках. Пожалуйста, можно было поиграть в гольф. Ну, это кто умеет. То есть, море тёплое, ну, там Персидский залив, просто горячая вода. И на улице плюс 37, плюс 38. Представляете, какая жара? Это всё прекрасно. Отдых, красота, значит, самого Дубая. Непоскрёбы величественные, неподражаемые. Я таких не видела. Хотя я была в Дубае примерно 20 лет назад. Ещё очень давно. Ну, Дубай, конечно, изменился. На второй день, вернее, на третий день у нас был семинар вечера. Я увидела, оказывается, у нас столько много стармастеров. Правда, не все ещё приехали на семинаре. И выходили спикеры, рассказывали о том, как они идут к своему успеху. Как они двигают людьми, свои какие-то стратегии рассказывали. Я, конечно, это всё слушала. Со мной рядом сидела Олеся, Дина, Ирина тоже так, чуть подальше. Мы вот это всё слушали, вникали. Они-то, конечно, не в первый раз. Я была первый раз в таком туре. Для меня это было открытие, что именно много людей, и уже добились таких успехов, стали стармастерами. То есть могут себе позволить и сами такой шикарный отдых, и со своими семьями этот отдых организовать. Просто круто, что я в этой компании. Хорошо, что я в своё время послушала мою маму. Единственное, что недавно начала только осознавать, в какой я компании, в крутой компании. Поэтому всем большое желаю. Всё впереди. Всё впереди, да. Всем желаю работы, работы в компании Атоми. Продвигаться всё выше. Есть к чему стремиться. Я теперь знаю, что я теперь хочу. Следующий мой шаг – это шаронская роза. Вот, поэтому давайте все будем к этому стремиться. Кто-то выше. Ну, конечно, выше империал. Самое лучшее. Поэтому вот. Такой вот отдых замечательный. Спасибо, Рина. Спасибо, Рина. Я с вами наговорилась. Дину, конечно, я видела в Москве. А вот Рину увидела первый раз. Ну, замечательные такие шевелые люди. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо, Светлана, большое. Дина, добрый вечер. Можно пару слов мы скажем? Давайте, давайте. Ага. Татрихан, да, вы со своими девочками. Вот они, наши девочки все. Вот они. Давайте, проходите. Мы вас всех приветствуем. Мы вас всех приветствуем. Видно? Вам видно? Дина? Нет. Откройте камеру. Открыта она? А, сейчас. Все, видно. Вот. Здравствуйте. Ура! Привет! Ура! Вот. Вот, девочки мои все. Видите? Добрый вечер всем. Мы, вот как так получилось, что у нас одновременно вот эта встреча. Мы тоже никак не могли к этому подойти. Ну, хотели, чтобы все, которые были в Казахстане, здесь присутствовали. Ну, вот, сейчас получилось у нас сегодня, и оказывается, вот Дина сегодня звонит, у них тоже в это время. Но мы выделили время, и, в общем, хотим вам приветствовать, сказать слова благодарности. До сих пор под впечатлением. Прошло две недели, но мы еще как будто, да, как будто в Казахстане. Спасибо огромное. Вообще этой компании спасибо. Спасибо нашему, я не знаю, это мега-звезде, мега-планетарному человеку Пакхангилю, который он смог, сумел создать вот это все и объединить всех прекрасных, всех хороших людей вокруг себя. Здесь остаются только такие. Вот я, слышно меня, нет? Да-да, слышно. Да-да, вот я вас всех прям приветствую. И вот мои девочки сейчас, они пришли, приехали, вот даже расстояние такое большое, да? Вот, ну, каждый, давайте, все скажут, они тоже. Вот это Гульжана наша. Я до сих пор не могу забыть Казахстан, я так рада нашему знакомству. Действительно, Атоми объединяет. Если бы не Атоми, в жизни, наверное, такого я не познакомилась с вами. И до сих пор под впечатлением, и до сих пор я в восторге. Я хочу уже переехать туда, срочно-срочно квартиру буду волнать и покупать. Ай, давайте, тут не совсем хватит, тем более там я. Спасибо. Спасибо еще раз за ваше гостеприимство, за ваш прием такой теплый. Комуся наша? Всем привет. Вас. Да, у нас очень теплые остались воспоминания, да, когда мы воспоминаем сразу, у нас настроение улучшается. И это все Атоми. Да. Спасибо за гостеприимство, всем спасибо. Нам понравилось очень в Казахстане. Мы еще приедем. Вот у нас встреча, приехали мы поделиться впечатлениями. Спасибо. Давайте на ваш вечер. Хочу выразить огромную благодарность нашим вышестоящим наставникам, Дине Ирине Искаировым, Бахыт, Батима, Ольга Соломейна. Спасибо вам огромное за организацию нашего досуга. Девочки, под большим впечатлением. Всем все очень понравилось. Я надеюсь, что мы будем почаще встречаться на таких мероприятиях. Всем всего доброго, девочки. Девочки, тем билдинги будем международные проводить. Тимбилдинги нас ждут. Готовы делать новые уровни. Мы до сих пор скучаем по Казахстану. Спасибо вам большое за все, за все хорошее. Мы вас любим, ценим, уважаем. Можно я покажу? Взаимно. Я купила цепочку с клончиком. Яблочко. Ага, на память. Вот сегодня одела. Это память об Алмате. Классно. Вот наши все девочки. Что хочу сказать? Уже на ходу. Забыла то, что хотела сказать. В общем, впечатление очень большое. Море впечатлений. Да. И готовьтесь к тому, что мы сейчас больше... Да. Мы не готовы. Мы вагоны. Знаете, вот мы были... Мы были и в Сочи, мы в Грозном были. Мы в Москве были на академиях. Девочки активно посещаем. Но нигде такого приема не было. Поэтому вот это все мы ценим очень. Очень уважаем, ценим, любим вас. И поэтому мы, наверное, еще к вам приедем. Так что... Изначально. Я хочу немножко два слова вставить. Это была такая трогательная сцена. Когда Татлихан хотела селфи сделать. И Мистер Лак приблизился. И она по хангилю видела, что она не может, не получается у нее взять нормально. Он подошел, начал искать, как это все сделать. И сделал селфи с нашей Татани. Камеру повернул, и мы с ним... Большой человек. Большой человек. Вот это характеризует. Да, да. Большой человек появляется мелоча. Только большой человек, только с такой душой и сердцем может вести такую огромную международную компанию, которая проповедует только добро, все только хорошее. И я думаю, что у нас у всех получится. Как вы поехали на тур этот. Обязательно. У вас еще будет. Да. У вас не будет такой здоровья. Да. Мои девочки готовы к этому. Ну, всего вам хорошего. Мы дальше продолжим свои встречи. До свидания. До свидания. До свидания. Обнимаем. Целуем. Давайте. Обнимаем. Спасибо вам. Баха, может быть, ты вставишь пару слов? Я еще вот не добавила. На самом деле. Бахы, спасибо. Ольга. Где это? Дина. Можно я еще вставлю там? Вот я же хотела вот самого начала. Вот Бахы, Ольга, Батима, они до такой степени это все организовали, что мы у нас до сих пор вот это впечатление остались. Спасибо им огромное от всех нас. Спасибо, девочки. Да, вот пусть кто-то. Баха. Да, да. Пару слов. Или Батима, или Ольга. Мы застанцам дадим слово. Всем привет. Меня видно? Да, Баха, видно. Приветствую всех. Я очень рада всех вас послушать. Я прям с удовольствием как будто заново вернулась. И вот особенно когда нашла команда Татлихан, когда я увидела, я к такому ощущению, как будто они отсюда не уезжали. Вот. Но я смотрю, что действительно Атоми нас всех объединяет. Мы уже всех друг друга знаем. Мы уже не смотрим, это чья команда. Наша, не наша. Вот к нам Мария Степановна приезжала. Приезжали мы вместе, встречались тоже, да. И Лариса Маталоева. Вот все мы вместе были. И такое ощущение, что мы еще ближе стали. Вот помню первый раз, когда мы встречались. Сейчас мы встречались с Ларисой и Марисей Павловной в Ташкенте. А сейчас вот уже, наверное, скоро родственниками. Даже с родственниками так чаще уже не встречаемся. Я сейчас смотрю. И вот такое ощущение было, когда мы два дня встречались же, такое ощущение было. Вот знаете, обычно после свадьбы бывает такое. Кто замечал такое? Вот уже все близкие люди. И столько эмоций было. И мы действительно остались под впечатлением. Особенно после выступления мистера Павловной. Мы же еще ходили в церковь тоже, хотя могли бы туда не ходить. Но мы знали, чтобы лишний раз его встретить, лишний раз увидеть. И мы ни секунды даже не пожалели. Действительно, это такой удивительный человек. Это действительно послан нам Богом. По-другому никак нельзя назвать. И главное, все люди, которые с ним приехали, они так выступали. Особенно этот оперный певец как выступал. И все империамастера у нас там, помните, все были наверняка. Я вот сейчас вам рассказываю, и сама как будто туда вернулась. И вот настолько было интересно, когда он сам выступал. И я хочу обрадоваться, ну то есть поделиться, что мой сын тоже со мной был, хотя меня до этого дети не слышали. И вот он от начала до конца был. Это тоже много. Ну для меня это очень, ну, значительно, да. И все теперь раньше, мои дети, все на меня смотрели как бы с подозрением. А теперь все знают, все осознают, что это, ну, очень шикарное предложение. И всем интересны мои достижения. И мне такое ощущение, что они все знают про вас, потому что мы говорим, имена ваши называем, Татлихан. Вот, например, постоянно девчонок все, которые приехали с Дагестана, со Ставрополем. Вот. Что еще я хотела сказать? Да можно много говорить. Я не знаю, я три минуты не переговорила. Я могу говорить сами. Я говорю, если меня запустят, вот так же, как вы все, наверное. И вот, как Татлихан сказала, здесь остаются только люди с открытым сердцем, с открытой душой, которые готовы не смотреть, это моя команда, не моя команда, готовы вместе делать эту совместную работу. Это даже работой нельзя называть, но мы все равно, это работа. И мы все прям радуемся и знаем, что вы все съездили. Я лучше оставлю время для того, чтобы вы рассказали, как там была Дина, Рина. И мы действительно хотим устраивать такие командные тимбилдинги. Это мы уже, мы уже с утра с Диной пообщались, и мы уже, ну, в предвкушении, что у нас даже, может быть, в ноябре, декабре такое может состояться. Такой клич наверняка вы бросите, и мы обязательно с вами поедем. Спасибо вам, что вы все приехали, за всех. Я всех вот, когда к заму видела, всех-всех-всех, вот ваши истории слушали такие удивительные. И всегда вас слушаем, благодаря вашей команде Дины и Рины. Мы, наверное, и выросли на ваших историях, на ваших. Вот Тамары Сергеевне тоже большое спасибо. Давно вас не слышали, Тамара. Поэтому я надеюсь, вы еще будете ходить. Мы соскучились по вам. Так что, что еще хотела сказать? Всех вас обнимаю. Всегда мы заходим с удовольствием, слушаем вас. И скоро наши люди тоже подросли, тоже будут выступать. Спасибо. Спасибо, Баха, хорошо. Ну, тогда давайте к казахстанцам перейдем. Здесь Сайзаны нету, да? Конечно, у нее потрясающая история, как она приехала до Алматы добиралась. Ну, давайте тогда, Римма, Римма, начнется. Ну, давайте, Вильдарай, может, начнет. Вильдарай. Давайте, Вильдарай. Вильдарай, ты здесь? Так, ну, давайте тогда, Римма, Римма. Я открыла ей микрофон. Может, Бекет пусть начнет? Не знаю, он не сможет, наверное. Так, тогда Римма, Римма и Ким, открой. А, вот, Вильдарай появилась. Да. Доброго времени суток, уважаемые атамьянцы, наши спонсоры. Наша Арина, уважаемая. Мы вообще все привыкли говорить, что Дина тоже наша спонсор. Так как они сестры, мои партнеры все думают, что наши спонсоры – это Дина и Ирина. Поэтому я буду говорить так, да, что... Наши спонсоры, Дина и Ирина. Да, да, Гульдарай. Скажите, как и есть. Да, так и надо говорить. Да, хорошо. Извините, я немножко занята. Сейчас я... Ну, проходите, проходите. Да, хорошо. Я, наверное, немножко схемы не поняла. Это мне Шоупан подробно объяснит. Вас всех приветствую. Из города Кукштау, Казахстан. Бриллиантовый мастер Ильясова Гульдарай. В первую очередь сейчас хотела сказать, вот, Дагзама, вы мне... Приветствую тоже вас. Мы совершенно случайно встретились и в миллионном городе. Это интересно, да, что мы встретились совершенно случайно. Я была очень рада видеть вас. Огромный шлю привет. Действительно, по-настоящему тот день, это был исторический день Академии Успеха, куда к нам приехал наш председатель, наш основатель Пах Хангиль. Конечно, для меня это было не первый, а уже вторая встреча. Мы были в Узбекистане, видели его впервые тогда. Вот. И вот это вторая, конечно, встреча. Мы поехали с партнерами. Конечно, как всегда, на нас было такое неизгладимое впечатление от такого приезда, такого масштаба. Были гости из Кореи, России, Киргизстана, Узбекистана, партнеры, естественно, Казахстана. Было, конечно, здорово, словами, ту атмосферу, ту ауру. Конечно же, не передать. В действительности, как мы говорим о том, что даже сегодня, да, я слушаю партнеров из разных городов, из России, и Бурятии, и Якутии выступают. И здесь такое впечатление, такая атмосфера, как будто бы мы только вчера там побыли. До сих пор эта энергия, та вот эта вот именно синергия, да, она передается. И вот до сих пор мы сегодня держим. Как у нас обычно говорят же, там, нам полгода, и там, заряд уменьшается, нам нужно снова. А вот сегодня я чувствую такой, действительно, такой напор. Это вообще здорово. Действительно, встреча была масштабная, историческая, потому что это первый приезд. Мы гордимся тем, что он к нам в Казахстан приехал, в Ахангиль. Очень-очень гордимся тем, что он был. Выступали, конечно, очень много лидеров. Делились своим опытом, и их достижение для нас был большой пример, естественно. Вот. Огромное спасибо вам, Рина, Дина. Действительно, вы проделали большую работу. Мы вас видели вот в чате, вот в телеграме, как вы отдыхали. И, конечно же, вы тоже дали нам огромную мотивацию. Мы за вас очень радовались. Я видела ваши, ну, там, видео, фото, и про себя подумала. Мы тоже там будем непременно, обязательно. Вот. Хотелось бы не задерживать ваше внимание, сказать, что мои партнеры тоже ездили, в Алматы. И хотелось бы, чтобы они тоже поделились своим впечатлением. Тем более для них это было в первый раз. Огромное вам спасибо. Все атомианцы. Мы в одной большой команде, Дины и Ирины. И я знаю, что мы идем. У нас одна цель, одна задача. Сделать, быть самим успешным. Сделать тех людей, которые пошли за нами, и успешными. И, конечно, это самая для меня главная фишка, что я в большом традиционном бизнесе, в любом, каком я была, в многих бизнесах, я это четко понимаю, что именно бизнес атоми позволяет помогать другим. А не так, как в традиционном, как мы говорим о себе, одинокий волк. Лишь бы было себе, но только о себе первой мы думаем очередь в традиционном бизнесе. А этот бизнес, бизнес взаимоотношений, бизнес людей, для людей, забота о людей. И я хочу сказать, что еще что мне понравилось из речи Пахангеля, когда он говорил о том, что он повышает именно, говорит о том, что я поднимаю зарплату сотрудникам, говоря так и делая так. Естественно, он и так и сделает то, что он говорит. Этим самым он заботится о нас. Он и так и сказал, если я увеличу им зарплату, то они будут больше и лучше заботиться о нас. Представляете, это как вот распирает гордость и такое чувство, что чувствуется огромная забота Пахангеля, нашего уважаемого председателя. Всем огромное спасибо. Теперь хотела бы, чтобы мои партнеры тоже немного сказали о Академии Успеха. Рахмет. Кульдарай, можно мне? Пожалуйста. Слышишь меня, да? Да. Здравствуйте, уважаемые партнеры. Меня зовут Шаек Баглан. Я из города Кокшетау, Казахстан. Это рядом. Слышали, наверное, все Боровое. 35 минут езды. Это небольшой город Кокшетау. Это самое красивое место на нашей планете, я считаю. Как мы не зря говорим, вторая Швейцария. Да, конечно, приезд нашего дорогого основателя, председателя, господина Пахангеля, было для нас особенным событием. Потому что он в Казахстан приехал первый раз. И думаю, что он улетел с хорошими воспоминаниями о Казахстане. Это, наверное, самое главное было. Я хотела отметить именно, что Пахангель, господин Пахангель, его человечность, простоту, понимание веры в компанию, какой он интеллигентный, образованный. Вот когда наши лидеры выходили получать награду, он каждого партнера встречал сам лично, подавал руку, здоровался, обнимал и говорил слова напутствие. Конечно, это говорит, что человек очень, еще раз говорит, что он образованный, внимательный, вежливый. Каждого он наблюдал, смотрел. И я думаю, вот те наши партнеры, лидеры, которые получали награду, это, конечно, были счастливые люди в тот день, были, наверное, счастья на седьмом небе. Это, конечно, мечта всех. Человек, который, можно сказать, знает уже много стран, можно сказать, даже полмира, достигнув такое состояние, известность, он остался таким же скромным, простым человеком. Также хочется сказать, вот наш девиз в компании Атоми, вот заботиться о душе, создавать видение, следовать путем веры, служить в смирении. Вот этот девиз я увидела в самом Пахангеле. Вот почему? Да потому что от него вот люди, для него вот люди важнее всего. Он своим примером, своей любовью вот к людям, к нам, своим отношением, вот своими поступками показывает пример человека, вот с большой буквы, которому цена жизнь человека. Он осуществил мечту людей вот в реальность. Это, конечно, фантастика. Мы должны, конечно, теперь взять на себя ответственность, раз мы работаем за наше будущее, создавать в своей голове видение, мышление, вдохновляться должны на действия, которые мы сами, конечно, будем обретать желаемое для нашего будущего. Также мне понравились слова. Я вот хорошо запомнила и вот записала, как он сказал, вот Пахангель. Мне от вас ничего не надо. Единственное хочу, чтобы вы все стали успешны. Это же не любой человек может сказать. Это может сказать только великий человек. Также сегодня я хочу поблагодарить наших спонсоров Салматы, все, вот Рину и Дину, наших спонсоров. Желаю вам крепкого здоровья, огромное вам спасибо за то, что вот действительно провели такое вот масштабное, такое большое мероприятие. Были у нас наши партнеры с многих стран. Люди вот говорят, одно и то же не буду повторять. И, конечно, хочу я поблагодарить своего наставника с города Покшитал в Гульдарай. За ее, за наши спонсоры. Спасибо вам за вашу веру в нас, за ваше видение, понимание, за ваш труд. Желаю всем успехов в нашей компании Атоме и стать всем империал-мастерами. Спасибо. Благодарю всех за внимание. Спасибо большое. Ну вот жалко, конечно, что вы как читавцы видите, вы раньше уехали и не попали на нашу структурную встречу. А в следующий раз так не делайте. Всегда надо до Академии два дня и после Академии два дня. Хорошо, это для нас большой урок. Спасибо, Ирина. Можно, девчонки, вот, Алмажан, вы руки поднимайте, а то у вас микрофончики полностью выключены. Включите микрофон, Алмажан, нашему бриллиантовому мастеру. Здравствуйте. Я просто еду в такси, не знаю, меня слышно, не слышно? Слышно? Говори. Я рада вообще, что сегодня такая встреча состоится. В общем, происходит такая встреча, как бы все делятся своими впечатлениями после Академии. Я сейчас в городе Кустанай нахожусь с партнерами своей команды. И, знаете, как вот Академия, вот эта успеха, она, допустим, кажется, каждая Академия даёт что-то своё. Но мне, я вот внимательно слушала каждого спикера, и мне понравилось то, что каждый спикер был, во-первых, искренний на сцене, во-вторых, он был лаконичен, каждый выступающий. Организация была очень на высоком уровне. Как было всё организовано, подарки разложены, на каждом стульчике. Ну и вот это всё внимание. Вот чувствуется вот эта забота компании о нас, о партнёрах, об участниках. И вот, знаете, когда Пак Хангиль вышел на сцену, и вот вообще, когда он выходил, поздравлял участников с достижениями их рангов мастерства, это, конечно, очень покоряло его вот это служение, смирение. Прямо восторгаешься вот этим, знаете, глубиной, вот этой глубиной души, большим сердцем. Я прям, мы все были в восторге, кто был в Академии, если честно. Это всех нас покорило. Мы очень рады. Каждый по-своему рад, почему он поехал туда, на Академию. Но я рада тому, что вот какими он перспективами нас тронул, то, что он планирует впереди, то, что компания будет расти и динамично развиваться, гигантскими шагами. И мы в этой компании с вами будем тоже иметь свои перспективы. Главное, что то, что мы предлагаем, это совсем экологичная продукция, экологичное дело, без рисковое, без вложений. Никогда не будет стыдно за это предложение. Но зато проект неограниченных возможностей. Мне вот это очень нравится. Я всегда благодарю своих наставников за то, что они меня мягко, плавно так вели и уже довели до уровня бриллиантового мастера. Как незаметно моя жизнь кардинально изменилась в Атоме. Доведём тебя до инстаграма. А, Ракета, я сделаю тоже вас интересную. Я всегда говорю, что... Меня спрашивали, как ты докатилась до такой жизни. Да, я всегда горжусь тем, что я нахожусь вот именно в спонсорской линии у Рины, у Дины. Нам повезло. Мы счастливчики, ребята, с вами, что мы оказались в нашей спонсорской линии. Может, сначала вы это не сразу поймёте, но придёт время, вы это обязательно почувствуете. Насколько мы с вами везунчики и счастливчики. Я безмерно этому благодарна. Это вот действительно подарок Вселенной для нас. Это бизнес-возможность. Такая вот идеальная прям бизнес-возможность. Надо просто прислушиваться, следовать системе и не забывать о дивизии компании. Огромное-огромное всем спасибо. И я сделаю вас империалами. Мы империал. Тебе верим. Так, следующий у нас, как читавцы, уже всё, да? Так, ну, Римма Ким. Римма Ким. Добрый вечер, дорогие друзья. Не знаю, вот камеру все включали. Прям я думаю, может, надо тоже включить. Ну, просто неожиданно. Римма, про тебя турецкие партнёры. Ты же видела, они все мужчины были. Они сказали, вот это такая красивая женщина. Кто она? Спасибо. Ну, спрашивай. Я не знаю, как я сейчас буду выглядеть. Я дома. Меня видно? Нет. А сейчас видно? Да. Я извиняюсь. Я бы подготовилась. Просто я смотрю все на видео. Я всех приветствую, конечно. Очень рада этой встрече. Я как будто очутилась в той атмосфере, в которой мы были. Эту неделю, пройдённую вот в Алмате. И вообще эта Академия Успеха, она как-то вот так была создана. Когда мы до Академии, после Академии встречались, и каждый день встречи был настолько ценен. Вот на самом деле мы познакомились с массой таких замечательных партнёров. И я вот смотрела, когда всё это происходящее, я скажу сначала об этом, да, и я поняла, в какой команде спонсорской линии мы находимся, да, это вот Дина с Риной. Это люди, которых я знаю уже 20 лет. Честно вам скажу всем, да, что мы очень давно знакомы. Но я никогда не думала, что опять судьба сведёт нас, чтобы мы вместе работали в одной такой потрясающей компании. Наконец-то это я поняла, поняли это мои партнёры, я думаю. И сейчас будет совершенно другой квантовый скачок, как можно сказать, да, будет в развитии наших бизнесов. нашего бизнеса, я думаю, у всех партнёров, не только у нас, но и всей команды легендарных этих сестёр, которые проявили в этот раз, и вообще всегда, но вот в этот раз это было очень заметно, проявили всю свою щедрость души, доброту, гостеприимство, потому что первый раз мы видели воочию столько партнёров, которые приехали из таких дальних, можно сказать, уже стран, да, для нас. И было отрадно видеть, насколько люди с такой дали приехали, а мы не могли вытащить, да, с Алматы своих людей, которые спокойно могли бы подъехать к этому дворцу спорта и увидеть потрясающую встречу с Пахангилем. Человек, который на самом деле меня потряс ещё с Ташкента, когда я первый раз его увидела там. И я думаю, что именно с этого момента и у меня произошло вот такое движение в моей душе в сторону Атоми, потому что до этого момента я была, в общем-то, практически, ну, такой вот слаботекущий бизнес у меня был. Ну, вот ещё одна встреча, которая, я думаю, не только меня вдохновила, потому что вот наш президент ещё организовала одну встречу в пятницу, которая была больше похожа, вот не то, что... Это была просто встреча такая душевная, и с которой мы поняли, очень многие люди, что наш бизнес Атоми, это вовсе даже не про деньги. Деньги здесь есть, их очень много, их можно взять, да, при желании. Но самое главное, что наш председатель, он такой главной чертой нам показал, что духовное развитие – это одно из самых важных моментов продвижения нашего бизнеса в целом. То есть нужно видеть не деньги в бизнесе, и в каждом человеке не деньги, да, а вот именно его отношение к этому человеку. Как он, его душу рассмотреть, ну, это больше даже так философски это может проходить, да, момент. Но я просто для себя вынесла, что вот если человек такой величины, как Пахангель, обладает вот такой большой душевной формацией, да, вот такой высокой, и к этому будут стремиться все наши партнеры, тогда, конечно, наш бизнес Атоми, он будет не просто на самом деле про деньги, а про сообщество таких людей, которые объединены одной целью, да, быть в такой большой семье, которая называется Атоми, быть доброжелательными друг к другу. И неважно, в какой команде ты находишься, мы делаем одно общее дело. Здесь уже звучала эта фраза, и я в этом убедилась, и смотрю, вот все люди, как будто бы родные, да, вот одна семья, которая, ну, желает только добра друг другу. И очень запомнились встречи, конечно, которые происходили в нас на квартире, когда пришла Лариса Маталуева с Марьей Степановной, мы прям очень ждали и готовились. Была такая незабываемая встреча, где мы еще познакомились с Венерой, с Рустемом, это тоже партнеры наших спонсоров, и как будто бы мы сто лет знали друг друга. Вот такое было ощущение. И, конечно, сама атмосфера на Академии Успеха, когда Пахангиль говорил те слова, которые мы слышали как будто в первый раз, хотя мы это уже слышали из его выступлений, да, но каждое его слово отпечатывалось, мне так казалось, в душе каждого человека. И я думаю, что и уверена, что после этой Академии Успеха многие люди по-другому посмотрели на этот бизнес, на отношения, на то, что какая команда огромная у наших спонсоров, да, вот это вот для меня это было просто потрясающий фактор, потому что мы как-то вот не видим, да, потому что в основном в Казахстане мы видим партнеров, и не так много, казалось бы, да, но когда приехали с Дагестана, с Якутии, с России, с Турции, ну, это просто незабываемое было вот такое впечатление у меня, и я думаю, что вот они своим примером показали, что нам надо расширять свои границы, я не знаю, долгое время я занимаюсь моим выступлением, но хочется так много сказать и хотела тоже сказать про вот этих турецких партнеров, когда была встреча у вас, да, там на квартире, мне очень просто интересно было, как они делали мастер-класс женщинам, вы представляете, в Турции, где вот такое вот отношение особое, да, к женщинам, которых приглашают в квартиру на какую-то встречу, да, на какой-то мастер-класс, и вот они рассказывали, и как они делали мастер-класс с нашей косметикой женщинам, мужчины, представляете, и было очень хорошее видео, записано нами, не знаю, как получится передать его или нет, когда мы попросили Ахана передать, ну, вот именно нашим мужчинам, тем, которые не в бизнесе вместе с этими женщинами, вот на путьственные слова, это, конечно, потрясающе нам подействовал наших мужчин, и вот эти все, вот эти все, что-что? Его месседж надо, да, пожалуйста, сделайте этот ролик, он же был. Мы записали, мы не хотели загрузить, не получаются. Ну, мы попробуем через Ютуб его загрузить и слигнуть. Обязательно, обязательно. Вот Назгуль, я хочу, чтобы она тоже сказала пару слов после меня, вот она это сделала, в смысле записи, это сделала, и она сама скажет свои вот мнения. Ну, а всем я, конечно, желаю огромного бизнеса. Вы все находитесь в самой лучшей компании, это правда, в самой лучшей команде спонсоров наших Дины и Ирины, и самым лучшим председателем во всем мире, я так могу сказать, нет такого второго. Поэтому я всем желаю успехов, идти быстро к цели, времени нет, лично у нас времени нет, надо это очень-очень быстро делать. Сейчас я хотела бы сказать, чтобы взяла слово Назгуль, она здесь находится, потому что я знаю, насколько она ждала встречи с Пахангилем, и вот эта встреча, как на нее повлияла. Мне хотелось бы услышать. Спасибо вам большое за то, что послушали меня, за то, что вы с нами. Спасибо большое. Спасибо, Рима. Давайте Назгуль. Макпал выступит, Астана-город. Да, хорошо, давайте потом. Макпал, молодежь надо послушать. Здравствуйте всем. Видно, да? Видно, слышно меня? Слышно меня? Видно. Видно? Да. Есть. Еще раз всем добрый вечер. Сейчас всех слушала, и уже такие родные лица, и опять все это, все эти эмоции, чувства, как будто заново все это переживаешь. На самом деле, очень было много сказано, и я уже даже не знаю, что добавить. Я единственное, что могу сказать, что именно вот когда приезжаешь на такие события, это совершенно по-другому влияет на человека, нежели вот мы смотрим по видео. Я очень много смотрела до этого видеороликов мистера Пакхангиля, но когда я узнала о том, что он приезжает в Казахстан, у меня вопросов не было, что я однозначно там должна была быть. И сразу же, как только открыли билеты, сразу купила, и просто вопросов не было. То есть у меня не стоял вопрос там, как я семью оставлю, как там, ну как обычно бытовые у нас у всех заботы, да, вопросы. Но я понимала, что для меня, лично для меня, если я приняла решение строить этот бизнес, то я должна быть там. Потому что одно дело, когда ты приезжаешь на эти события, и совершенно еще такой немаловажный момент, это когда вот эти встречи, встречи с параллельными, там неважно, это параллельно и параллельно. Это вот то, что сейчас Римма говорила, когда мы встречались с Ларисой Маталоевой и Марьей Степанной, это прям уже зажглись. Венера, это вообще, это огонек такой, да, с Рустемом тоже, это такие удивительные люди, как будто бы мы давно-давно знаем друг друга. Меня так вот прям, ну, вроде бы не удивляешься чему-то уже, да, но все равно, настолько вот такая энергетика общая была. И, конечно же, это сама Академия, выступление каждого спикера, каждого просто вот, это то, что вот, когда мы смотрим на видео, что ты упускаешь, здесь ты прям полностью сфокусирован, полностью все, проникаешься, вот как через тебя. Всегда говорю это, знаете, когда концерт ты смотришь по телевизору, и совершенно другое, когда ты находишься там, в концертном зале, когда вся энергетика, все вибрации, они проходят сквозь тебя, ты наполняешься, пропитываешься этим, да. И, конечно, вот как молодой человек говорил, вот молодой, вот в начале выступал, я имя забыла, ну, вот, Эрдыни, да, Эрдыни, какой молодец вообще, вот это, действительно, вот, почему вот он говорит, что люди его слушают, потому что с него энергетика, это вся прет просто, да, там уже невозможно, там без вариантов, вы рассказываете, люди с открытым потом вас слушают, и просто тоже говорят, я хочу, я тоже хочу, да, вот, поэтому, вот, столько мыслей хотелось сказать, да, и сейчас немножко уже все в кучу, быстро-быстро хочется собрать, отдельная благодарность Рина, Дина, это за тот вечер, незабываемый, после, после Академии, это, знаете, для меня это была как будто вторая Академия, правда, потому что каждый, кто выступал, ну, прямо рассказывали это вот все, как они к этому шли, как они этого добивались, как они приехали на эту Академию, да, у кого какие были мечты, что они исполнялись, это было настолько искренне, настолько это душевное тепло, что, ну, невозможно там просто остаться таким равнодушным, я все это записывала, у меня там просят видео эти высылать, кому-то удается высылать, кому-то почему-то, там очень много тяжелые такие видеозаписи, отдельно, конечно, вот те записи, когда мы вот на квартире с турецкими, когда я записывала, и это тоже я буду, потому что я сама буквально только недавно приехала, только вот так получилось, что пришлось сдать билеты и еще остаться поработать, вот, но еще раз всех я благодарю, всех, кто был на этих встречах, Рина, Дина, еще раз вам огромная благодарность, и всегда говорю, что не зря собирается вот такая огромная команда, потому что это такие люди все, вот с таким большим, огромным сердцем, большой душой, и это непередаваемо, поэтому всем желаю обязательно, вот просто, когда вы ставите намерение быть на этих встречах, у вас все обстоятельства сложатся так, что вы будете на этой встрече, а если вы будете на этой встрече, то, соответственно, будет бизнес просто, ну, без вариантов, поэтому, make imperial, всем удачи. Спасибо. Ну, мы рады, что ты у нас долгозреющий фрукт, что ты все, Атамьянка, и, пожалуйста, мы ждем видео, постарайся сделать хорошо, вот это, мистер Айхана, который дает миссию мужчинам, чтобы это было, потому что очень многих у женщин проблемы. О комбии, нет, 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 не у Канжа говорил, мистер Айхан. Так, ладно, давайте, Макпал, да, сейчас это нам скажет, представитель молодого поколения Атамьянцев. Добрый вечер, уважаемые Атамьянцы. Меня слышно? Слышно? Да, слышно, видно. Хорошо. Меня зовут Бабишева Макпал, я с города Астаны, в рамке мастер-продаж, держатель центра в Астане. Вот, хотела коротко расскажу о моих, о моих впечатлениях. Вы знаете, как только появились вот билеты, как, то есть, как выяснилась дата нашей академии, я сразу же билет купила на самолет, это было даже, вообще, даже не обсуждалось. это была, потому что моя мечта, одна из мечт, увидеть нашего председателя Пахангиля. И одна мечта в копилку, она свершилась. Теперь я, говорю, я мечтаю, чтобы быть на той сцене, и чтобы наш председатель, наш господин Пахангиль, поздравлял меня с рангом. я, знаете, побывала, я почувствовала его энергию. Видео это одно, а слушать, видеть его вживую, чувствовать энергетику. Даже когда Пахангиль вот выступал, сколько, час двадцать, час тридцать, да, я вот сидела с открытым ртом и слушала его. Он был такой эмоциональный, столько эмоций было, у меня аж сердце приближало. И когда он эмоционально что-то говорил, как будто у меня ощущение, что он меня ругает надо усерднее работать, иди. Я думаю, все, Махпал, надо идти вперед, еще усерднее, еще лучше работать. Раз Пахангиль говорит мечтать, значит, надо мечтать. Думаю, буду мечтателем. Открыла снова свой список желаний, сценарий жизни. И была моя ошибка, я поняла ее, что я открывала ее редко. И теперь я буду и чаще, чекап, это, конечно, все очень важно. Наши спонсоры, мои спонсоры постоянно это мучат, говорят на путстве слова. Еще, знаете, мне понравилось в том, что наша, Атоми Казахстан, организацию, многие сказали, что такая забота была о каждом. Даже вот это вроде бы и мелочь, но тоже приятно. даже вот эта фотозона, также вот будка вот с моментальными фотографиями, так приятно было. Это же эмоции. Партнеры собрались, пофотографировались, встретились, обсудили. Мне очень понравилась организация, была на высшем уровне. Я теперь впечатлениям буду ждать следующей академии. Зарядилась энергия, буду дальше работать вместе со своими партнерами. Спасибо большое. Не буду занимать много времени, очень много выступающих. Спасибо, что послушали. Спасибо, Макпал, молодец. Спасибо большое. Так, ну, по-моему, все, да, желающие все высказались? Да? Ну что, будем подводить итоги? Да, наверное. Ну, давайте тогда уже, да. О, полтора часа, да, мы? Да, уже. Давайте подведем итоги. Значит, я просто хочу вам напомнить, что когда вот я читала Маркетинг Пан, особенно в начале, помните, да, если, ну, долгожители здесь это помнят, да, я говорила, что вот политики нас разъединяют, а Томи, наш дорогой Пахангель, нас объединяет, и мы все равно будем встречаться, и живьем, и будем общаться, ездить друг к другу, и работая, отдыхать, и отдыхая, работать, да. Вот действительно, это все воплощается в жизнь, так что у нас впереди много интересного, много планов, давайте будем строить планы по тимбилдингам, будем тоже в разных странах их проводить, уже, я думаю, что это возможно, у нас очень уже много успешных партнеров, работать с новичками, помогать им достигать новых рангов, ваши ранги будут увеличиваться, и нам обязательно нужны вот такие встречи, обмен мнениями, обмен энергиями, синергиями. А, у нас же Лариса Маталоева еще хотела выступить, где она? Вот Лариса, она сказала, что в конце будет. Ой, я вообще, честно говоря, даже вот на той нашей командной встрече, да, говорю, говорю, я почему не выступила тогда, да, потому что у меня вот, я вышла бы и плакала, вот только бы плакала. Ну, сейчас все, все, что хотела я сегодня сказать, сказали. Видео включите, пожалуйста. Ой, Динерочка, пожалуйста, и вот прямо я, ну, вот правда, вот правда, я лучше без камеры. Вот смотрите, да, то, о чем нам Дина с Риной говорили, что это сказка, сказку, в которую надо поверить. То, что наш маркетинг-план, нам в теории, ой, на практике будет гораздо лучше, что мы будем дышать одним воздухом, говорить каждый, как попугай, да, одно и то же, купаться в море любви, да, влюбляться в друг друга с первого взгляда, да, быть верными, ну, во всем, что мы будем расти сами в своих глазах. И вот на этом, да, Академия Успеха, конечно, там, я тоже на многих Академиях Успеха, ну, бывала, да, но то, что, так, то, что Атоми КЗ сделала, да, это действительно, это действительно, ну, бесценно настолько, мне кажется, это одна из самых лучших Академий, если только можно сравнить, вот, открытие, да, в 2019 году, официальное открытие в России, ну, вот, что, ну, это мое мнение, и вот эта Академия, действительно, когда, ну, все вот на одном дыхании, ну, я сейчас буквально кратко скажу, да, что вот это наше командное мероприятие, которое создали, да, для нас, это даже не мероприятие, это событие, это событие, это действительно, мы дышали одним воздухом, мы смотрели одними глазами, влюбленными, во-первых, да, своих наставников, во-вторых, на друг друга, мы ловили каждое слово, каждый взгляд, каждое движение, старались просто вот впитывать, впитывать, впитывать в себя, чтобы не пропустить не то, что там слово, вот, мимику даже, да, движение, действительно, ну, это вот суперсинергия единого сердца, да, есть такой ролик у нас на канале, вот посмотрите, и вот, он 22-минутный, это вот то, о чем там говорит доктор Ли, экономический советник, о томе, да, он вот там такие примеры приводит, и вот действительно, у нас вот это произошло, то есть я просто вот сидела, и просто любовалась, и наблюдала, и смотрела, и училась, у нас же ведь там и песню, да, свою, как говорится, привезли из Дагестана, девушка такая прекрасная, она создала такую уникальную песню, ну, просто там, если сейчас про каждого говорить, да, здесь, ну, наверное, ночь надо, начиная с того, что мы вот с Марией Степановной прилетели, и нас уже в аэропорту встречали партнеры Дины Рины, с которыми, ну, уже мы давно как бы общаемся, уже просто, да, взяли на руки, и понесли, вот буквально, и это, конечно, очень дорого, просто мы приехали, ну, вот мы с Марией Степановной, когда, ну, правильно сегодня сказали, надо переспать со своим наставником, ну, и с партнером, да, ну, вот мы с Марией Степановной как бы переспали долго-долго, и мы ночами с ней разговаривали вообще, и хохотали, да, и вот просто говорили, что мы приехали к родителям, к своим родителям, вот приехали на родину, да, где нас ждут, где нас любят, где у нас столько родни, столько людей, которых просто мы все, да, друг друга чувствовали, я думаю, все согласятся, кто был, да, с нами на встрече у Дины и у Рины, что мы все чувствовали друг друга, это такое было взаимопонимание, это каждый хотел друг другу сказать добрые слова, признаться в любви, пообниматься, поцеловаться, но я думаю, даже много еще партнеров, ну вот сегодня Галина сказала, что было, да, где-то 70, я думаю, что добрая половина еще просто не успела сказать, или уже, ну, за них уже успели сказать, поэтому, да, то, о чем нам говорит президент, что наша компания с человеческим лицом, чем больше у тебя сердце, чем больше любви в твоем, в твоем сердце, тем больше твой бизнес, и наши наставники еще раз нам показали, они нас ведут, еще раз доказали, да, что это есть на самом деле, и нам действительно, мы все поцелованные Богом, вот все, что мы в команде, именно Дины и Ирины, ну, вот это, да, поэтому, Мэйк Империал, вас, Рина и Дина, дорогие, да, любим вас бесконечно, пусть вы с каждым, ой, так там столько было открытий, мы вот друг друга даже не узнавали, вот, допустим, Рину и Дину, да, ну, еще партнеров, с которыми мы встречались, вот, на Ташкентской, да, мы просто не узнавали друг друга, практически там, столько, ну, времени-то мало прошло, но вообще друг друга не узнавали, вот, что делает наша компания, да, вот, что делает она с нами, то есть, мы-то взрослеем все же, да, взрослеем, а компания нас, даже против нашей воли, она нас омолаживает, омолаживает, да, хорошо, да, обратный отсчет, поэтому, да, вот ту волну, волну, вот этого успеха, да, огромную-огромную волну, которую удалось нам всем вместе, каждый из нас виновен, да, в том, что, в том, что все мы одинаково виноваты, то, что мы с вами создали, вот такую волну, волну любви, успеха, взаимопонимания, это когда столько единомышленников, да, вот столько единомышленников встречается в одном месте, и когда мы вот слушали друг друга, да, учились у друг друга, и я прямо радовалась, сидела, что говорят нам Дина и Ирина, какие они нам фразы вот произносят, да, ключевые, или даже и не ключевые, да, фразы, но вот все, получается, лидеры, атоми, лидеры, получается, да, ну, лидеры не в том смысле, что они лидеры, а просто чуть раньше пришли, да, чуть больше зарабатывают, чуть больше знают, ну, вот в этом понимании лидеры, что все говорят на одном языке, все говорят одно и то же, вот это было потрясающе, вот это очень дорогого стоит, поэтому благодарю, люблю, всем желаю сделать своих наставников империал-мастерами, а партнерам желаю, да, сделать, ой, так, наставникам мы вас сделаем империал-мастерами, да, а партнер наши, дорогие, любимые мои, мы вас сделаем империал-мастерами. Это действительно так. Ну, я потом буду, когда выходить, уже отдельно, я еще расскажу о встрече в Корейской церкви, где нас президент приглашал. Поэтому вот заканчивает любовь, процветание, сияние, изобилие, влюбленность, вера, смирение самое главное, вера в себя, вера в компанию, вера в наставников, вера в продукт, вера в партнеров. Пусть она у нас, пусть вот эти все, что я сказала, пусть увеличивается в геометрической прогрессии. И чтобы мы с вами встретились, как уже сегодня Бахыт рассказала, небольшой секрет, уже в октябре-ноябре. Я думаю, наши наставники скажут нам. Спасибо огромное всем. Всех люблю, обожаю, целую. Спасибо, Лариса. Так, ну что, надо уже все эти эмоции и мотивации воплощать в жизнь. Сейчас надо работать с новичками. Каждый наметит себе планы с новичками. Ну и мы общую тоже работу сейчас будем как акцент делать на новичков. Потому что много было вступающих вот за эти месяцы, да, потоми новичков. И поэтому с ними нужно работать, их нужно просвещать, вести за руку. Ну а всем желаю успехов и хочу вам напомнить, то есть вернее сказать, чтобы вы все, мы все должны помнить, как сказал Пахангель, что вы находитесь в моих молитвах, да, что мы все с вами находимся в его молитве, что он говорит, я за вас всегда молюсь. Вот это классно. Это должно, я думаю, нас вдохновлять, что мы имеем такую защиту, что у нас есть человек, который о нас думает и не просто даже думает, а молится. Так, ну все, у меня все. Я всех вас благодарю за встречу. Если кто-то еще хочет сказать последние слова на путствие или будем прощаться. Будем работать. Ну мы про тур просто хотели пару слов сказать, что как бы организовано было нашими всеми филиалами Атоми РУС, Атоми Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. Вот, я думаю, что следующие туры будут еще ярче, еще лучше. Мы в этом поспособствуем, поучаствуем. Давайте все запишите себе в целях обязательно вот такие вот тимбилдинги, сейчас модное слово ретриты проводить, да? И еще больше будем узнавать друг друга, еще больше будем заряжаться, много полезного для себя черпать, и еще и отдыхать, правильно? И привлекать к себе как можно больше людей. Вот наша такая задача. Да, там Атоми РУС очень серьезно подошли к ролику с этого тура стармастеров. Они там и гольф, по-моему, планировали снимать, и на пляже, и там еще что-то, семинары. В общем, ждем этих роликов. Там будет классно, интересно. Посмотрите все. Ну все, всем спасибо. До следующих встреч. До встречи онлайн. До следующих выберетов. Всем пока-пока. Мы их не верим. Обнимашки. Целуем, любим. Благодарим. Будьте здоровы. Спасибо. Если не...